Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Никита, я работаю в Нижегородском планетарии имени Георгия Михайловича Гречко. И сегодня мы поговорим с вами об обсерваториях. Обсерватория от латинского observatio – наблюдать. И наблюдать мы можем за какими-либо явлениями и событиями в космосе или на Земле. Здесь мы на картинке видим частный пример астрономической обсерватории в поселке Нижний Архыс. Мы к ней еще попозже вернемся. А так обсерватории можно разделить на несколько видов. На обсерватории астрономические, атмосферные, вулканические, физические и какие-нибудь, наверное, еще. И мы с вами по порядку с несколькими из них познакомимся. Атмосферные обсерватории чаще всего являются обычными гидрометеорологическими станциями. Там проводят замеры температуры, давления, влажности воздуха, состава атмосферы, содержания каких-либо газов и аэрозолей. И здесь мы можем видеть частные случаи. Атмосферные обсерватории на горе Мауна-Кея. Мы к этой горе еще с вами вернемся. Эта гора очень интересная. Или вот частный пример гидрометеорологической станции в Якутии, в городе Тикси. В нашем городе вы могли найти вот такие вот климатические панели на набережной Федоровского. Работоспособность их в настоящий момент под вопросом. Но, по крайней мере, выглядят они очень эффектно. Интереснее всего и информативнее всего наблюдать за атмосферой с орбиты. Потому что аппаратам доступна сразу большая площадь наблюдения. И они могут выявлять такие очень серьезные и большие тренды, которые с Земли заметить нельзя. И в качестве примера можно привести спутниковую группировку A-Train или Afternoon Train. Такое название связано с тем, что эти аппараты находятся на солнечно-синхронной орбите. Орбита имеет наклон почти 90 градусов. И это позволяет аппаратам в одно и то же время суток оказываться над одной и той же точкой поверхности. Над одной и той же точкой поверхности. Среди этих аппаратов есть те, которые не только наблюдают за атмосферой, за облаками, за океанами, за даже биосферой в океанах и на поверхности Земли. Из семи аппаратов, насколько мне известно, в настоящий момент функционируют четыре. Остальные аппараты либо завершили свою эксплуатацию, либо были переведены в состав других группировок. Вулканические станции, как понятно из названия, заняты слежением за вулканами. Всевозможные, наверное, сейсмологические наблюдения. Заборы проб магма, выходящие на поверхность. Состав и анализ состава газов, выходящих из-под поверхности Земли. И вот сейчас, например, станция Ноговая у кальдера вулкана Килауэ с таким замечательным видом со смотровой площадки. В нашей стране самое такое сейсмически активное место, это, наверное, полуостров Камчатка. И вот там, рядом с Ключевской сопкой, в поселке Ключи, можно тоже найти вулканологическую станцию, где плюс-минус всем тем же самым должны специалисты заниматься. Подытожив, можно сделать вывод, что неастрономические обсерватории занимаются наблюдением за атмосферой, литосферой, гидросферой и биосферой на Земле. Что, наверное, с прикладной точки зрения гораздо более важно, чем астрономические наблюдения. Но мы, конечно, с вами в первую очередь намерены поговорить именно об астрономических обсерваториях. И Стоунхендж очень хороший пример такой древней обсерватории. Стоунхендж просто самая известная из подобных обсерваторий. Их подобных развалин сохранилось довольно много, а еще гораздо большее количество не сохранилось, поскольку наверняка большая их часть была построена из дерева. Стоунхендж позволял заниматься полноценной горизонтной астрономией. Его устройство из набора камней, образующих щели по кругу, и внутреннее, и внешнее кольцо, в них специальные щели, специальным образом были подобраны их позиции таким образом, чтобы можно было фиксировать точки восхода и захода Луны и Солнца в основном. Таким образом можно было ввести очень точный календарь и предсказывать, например, лунные и солнечные затмения. Это оказалось, это на самом деле несколько проще, чем кажется. Достаточно просто поймать во времени тот момент, когда и Солнце, и Луна восходят в одной точке, вблизи Новолуния или Полнолуния. Тогда, соответственно, нас может ждать солнечное или лунное затмение. У культуры Майя тоже был подобный способ наблюдения распространен, только они не возводили камни с щелями для фиксации точек. Они занимались горизонтной астрономией, с вершиной вот таких вот караколей, так называемых. А точки фиксировали просто перекрещивая палочки. То есть это такой более консервативный, более дешевый метод, но эффективность его должна быть плюс-минус такой же. Подобные мегалиты кто-то может возводить даже в наши дни. Вот так называемые скрижали Джорджии. Подобной астрономии, конечно, считать нельзя, но даже там вырезаны были отверстия для фиксации поляр... Через одно отверстие всегда было видно полярную звезду и отверстие для фиксации дней летнего и зимнего солнцестояния. В прошлом году, кстати, кто-то эти скрижали взорвал. Первой по-настоящему такой серьезной обсерваторией я бы назвал Ураниборг, построенный датским астрономом Тихобраги. Лучшим астрономом до телескопной эпохи. Он представлял из себя трехэтажное здание, расположенное на острове в 20 километрах от Копенгагена, в котором было все. Была типография, были комнаты для учеников, был водопровод, был насос, который поднимал воду на третий этаж. Такого не было даже в Королевском дворце. И в течение примерно 20 лет Тихобраги здесь проводил наблюдения. Здесь же он обучал учеников, здесь же он печатался, издавался. Полноценный научный центр с обсерваторией. Поэтому, ну, именно поэтому я считаю, наверное, это первый такой очень хороший обсерваторий. Сам Тихобраги был человеком неординарным. Очень советую вам ознакомиться с его биографией хотя бы на уровне странички Википедии. После изобретения телескопа в самом начале 17 века обсерватории стали появляться повсеместно. Одна из старейших — это Лейденская обсерватория в Нидерландах. Существует она и по сей день. Здесь на картинке мы еще можем видеть квадрант. Это устройство для измерения углов между горизонтом и объектом, чего не было, конечно, в эпоху Стоунхенджа, поэтому там была только горизонтная астрономия. Из интересных объектов еще здесь можно выделить так называемое кресло Эйнштейна. Эйнштейн, когда приезжал в гости к своему другу Вильяму де Ситеру в Лейденский университет, говорят, что на этом кресле сидел. Вот не знаю, туристам разрешают на нем посидеть или нет. Также с этим университетом связаны имена Эйнера Гейшпрунга, который сыграл важную роль в звездной эволюции, и Яна Орта, тоже очень известного и важного астронома 20 века. Парижская обсерватория также одна из старейших. Наверное, самый известный астроном, связанный с этой обсерваторией, это Шарль Мессиэ, известный любому любителю астрономии. Очень известный охотник на комет оставил нам свой каталог Мессиэ, который все любители астрономии хорошо знают. На картинке слева вы можете видеть такую башню с конструкцией. Она ранее использовалась для подачи воды в фонтаны Версальского дворца, но потом стала использоваться для сверхдлинных телескопов 17 века, которые строились для того, чтобы победить хроматическую аберрацию. В состав Парижской обсерватории входит обсерватория в городе Мюдон, и вот там можно найти один из крупнейших рефракторов сегодняшних дней, 830-мм, если не ошибаюсь. Хотелось бы очень такой попробовать посмотреть. Старейшая обсерватория в нашей стране, это Краснопресненская обсерватория ГАИШ-МГУ. Старейшая сохранившаяся, подозревая, поскольку эта обсерватория с 1831 года существует, но до нее существовала еще деревянная обсерватория, которая погибла в пожаре 1812 года. Мы там можем найти вот такой интересный инструмент, 15-дюймовый рефрактор, который привезли на рубеже 19-20 веков из Германии. Уверен, вы тоже хотели бы в такой попробовать посмотреть. Старейшая обсерватория в нашем городе располагается в Мининском университете нынешнем, где сейчас Нижегородский планетарий располагается. И здесь можно найти 130-миллиметровый рефрактор АВР-3, в который в хорошую погоду на сеансе с наблюдениями вы можете попробовать посмотреть на планеты и на Луну, если они, конечно, в этот день на небе есть. Самые важные, наверное, обсерватории, из ныне существующих на Земле, я бы назвал Европейскую Южную обсерваторию. По сути, это не одна конкретная обсерватория, это целая организация, комплекс обсерваторий. Сайт Европейской Южной обсерватории – это очень хорошее место, где можно начать свое знакомство с космосом. Там очень много интересных материалов есть. Существует она с 60-х годов. Здесь на картинках вы можете видеть страны-участницы, входящие в проект Европейской Южной обсерватории. И по большей части расположены они в горах Республики Чили. Первой обсерваторией данной организации стала обсерватория Лосилья. В ее состав вы можете увидеть, входит 18 телескопов, расположено на высоте примерно 2,5 километра. Чем выше вы располагаете ваш телескоп, тем лучше, тем тоньше слой атмосферы между телескопом и космосом, тем меньше паров воды в воздухе. И пыли всевозможной. Поэтому вы очень хотите затащить ваш телескоп как можно выше в горы, чтобы лучше была картинка. Главный инструмент здесь – почти 4-х метровый рефлектор. Это, наверное, самая сильная обсерватория из действующих на сегодняшний день. Это обсерватория Параналь. Сположена, например, на такой же высоте, и в ее состав входит интереснейший инструмент – 4 восьмиметровых телескопа ВЛТ. Они позволяют получать с поверхности Земли снимки не хуже, чем Хаббл делает с орбиты. К Хабблу мы с вами тоже еще вернемся. И здесь применяется, ну, на момент установки этого телескопа, эта технология была все еще нова, так называемая адаптивная оптика. Как видите, вот там есть рыжий лазер, стреляющий из башни обсерватории в небо. Он создает искусственную звезду. Изображение звезды дергается, потому что атмосфера нестабильна, она не бывает никогда полностью спокойной. На основании деформации изображения искусственной звезды искусственный интеллект пытается предсказать, как атмосфера себя поведет в следующую долю секунды и подстраивает форму зеркал, чтобы это компенсировать. И у нас таким образом получается гораздо более чистое изображение. Также очень мощный инструмент в составе этой обсерватории – это… в составе этой организации – это обсерватория «Альма». Это почти 70 параболических антенн на высоте больше 5000 метров. Это гигантский радиоинтерферометр, позволяющий заглядывать вам в очень-очень глубокие дали космического пространства за облака космической пыли, где не видят уже оптические телескопы ничего. Планируется в 28-м году, конечно, очень бы хотелось, чтобы это случилось – ввод в эксплуатацию чрезвычайно большого телескопа, или ELT – Extremely Large Telescope. Очень трудно себе представить такую громадину, но вы можете даже найти, в интернете есть веб-трансляция со стройки этого телескопа. Ну, в общем-то, каркас конструкции уже возведен, можете зайти посмотреть, сами в этом убедиться. В нем будет зеркало почти 40-метрового размера, что позволит ему получать фантастические по четкости изображения, которые будут даже лучше, чем у Хаббла. Если я не ошибаюсь, там угловое разрешение картинки будет лучше, чем у Хаббла в 16 раз. Очень хотелось бы, главное, чтобы все пошло по плану, и этот телескоп заработал так, как планируется, в 28-м году. Следующие обсерватории, с которыми мы с вами познакомимся, будут расположены на горе Мауна-Кеа. Здесь вообще можно найти 13 телескопов из самых разных стран. И, наверное, главный инструмент, который здесь есть, это обсерватория Кеа. Два одинаковых телескопа. Один с 1993 года, второй с 1998 вроде бы, на высоте больше 4-х километров. И до сведения первого телескопа этой обсерватории в эксплуатацию был побит рекорд размера телескопа. До этого самым крупным телескопом был расположен в Нижнем Архизе большой телескоп Азимутальный. Мы к нему попозже вернемся. Также они работают как интерферометр и позволяют получать изображение, как с телескопа, большего, чем отдельно, чем два 10-метровых. И также они оснащены адаптивной оптикой. Это, по-моему, как раз либо первая, либо вторая обсерватория такой системы оборудованная. Также на горе Мауна-Кеа строится 30-метровый телескоп. По своим возможностям он, наверное, будет близок к телескопу ИЛТ, который строится в горах Чили. Тоже расположен на большой высоте и позволит колоссального качества снимки получать. Самая большая и важная обсерватория в нашей стране это специальная астрофизическая обсерватория в поселке Нижний Архиз. В ее состав тоже входит несколько инструментов. Вот как раз здесь мы видим БТА, купол БТА большого телескопа Азимутального. 6-метровое зеркало и вот вы сами можете видеть с какого по какой год это зеркало было самым большим в мире. И даже еще несколько лет после 93-го года до примерно года 98-го или 99-го этот телескоп был самым большим монолитным телескопом в мире. Потому что в обсерватории Кека зеркала сегментированы, а вот в обсерватории ВЛТ они монолитные тоже как и здесь. Тоже не менее важный инструмент даже, наверное, более востребованный и более актуальный это Ротан-600. Радиотелескоп с апертурой 600 метров с изменяемой геометрией зеркал, если их можно так назвать. Это такие вот 11-метровые алюминиевые панели по кругу расположены. Угол их наклона можно менять и таким образом производить его наведение и калибровку под те или иные наблюдения в зависимости от того на каких длинных волн на каких частотах лучше, когда говорят про радионаблюдение наверное, даже чаще говорят про частоты на каких частотах вы хотите наблюдать. Как я уже говорил для хороших наблюдений желательно забраться повыше и если у вас нет возможности отправить ваш телескоп на ракете что правда очень дорого и сложный телескоп сам по себе очень дорогая игрушка ракета тоже не менее дорогая поэтому долгое время хорошим решением были стратостаты рентгеновская гамма излучения инфракрасная ультрафиолетовая через атмосферу либо проходит плохо либо вообще не проходит но если вы поднимаете стратостат на высоту например 30 километров там условия наблюдения совершенно другие и это такой дешевый способ понаблюдать в недоступных на поверхности земли диапазонах есть способ подороже поднять ваш телескоп на самолете конечно самолет на 30 километров закинуть очень тяжело а вот на 15 вполне возможно и долгое время летала обсерватория София с инфракрасным телескопом до поверхности земли инфракрасный инфракрасный спектр практически не проходит но 15 километров где-то 80 процентов инфракрасного спектра атмосферу пронизывает и вот он носил на борту 4 метровое зеркало правда два года назад этот инструмент уже списали сам телескоп поехал в Германию самолет поехал в штаты в музей и это второй телескоп подобного рода первым таким первой такой обсерваторией была обсерватория Кюйпер тоже расположенная на борту самолета и тоже имела инфракрасный телескоп с космическими телескопами все совсем интересно в космосе атмосферы нет и вы можете наблюдать в любых диапазонах без каких-либо аберраций ограничений очень хочется отправить вам телескоп в космос вашу обсерваторию самое известное наверное это все-таки обсерватория имени Хаббла Хаббл оставил гигантский отпечаток в науке в культуре в сознании человечества и научные результаты принес большие более 15000 статей было написано по результатам его работы ну конечно нам интереснее всего красивые картинки которые можно получать которые были получены за эти годы с борта этой обсерватории и что самое главное он худо-бедно с перебоями с отключениями он все еще работает здесь мы можем видеть парочку одних из самых известных изображений Хаббла это столпы творения в туманности Орел и глубокое поле Хаббла которое важную роль сыграло в космологии изучении космологии менее известный но довольно важный аппарат это обсерватория Гиппар это одна из первых обсерваторий которая делала обзоры неба и любой любитель астрономии нажимая кнопочки на пульте управления своего телескопа может увидеть что объекты помечены в каталоге под кодировкой ХИП и далее номер так вот ХИП это от слова ХИППАРКОС а от имени этого телескопа и каталог составленный этим телескопом собственно вы можете найти в любом пульте управления любительским телескопом важным типом обсерватории являются обсерватории солнечные они расположены и на земле но наверное самое известное это обсерватория солнечной динамики которую можно найти на орбите она нам присылает каждые 12 секунд новый снимок солнца в самых разных диапазонах и любой желающий может на них посмотреть достаточно в интернете зайти на соответствующий ресурс проект называется The Sun Now солнце прямо сейчас здесь на картинке вы можете видеть изображение солнца в нескольких спектрах их там на самом деле чуть больше посмотрев на солнце в солнечный телескоп вы можете всегда сопоставить собственные наблюдения с текущими изображениями которые этот аппарат присылает они как правило совпадают помимо данных обсерваторий в космосе находится еще очень много важных обсерваторий обсерваторий именно Джеймса Уэбба величайшее открытие которое еще только предстоит увидеть рентгеновская обсерватория Чандра без которой не было бы таких многих красочных изображений галактик и всевозможных высокоэнергетических источников гамма-астрономия Комптон тоже сыграла важную роль в астрономии и физике и на самом деле их множество мы никогда их все просто не перечислим из российских обсерваторий хотелось бы упомянуть обсерваторию радиоастрон это радиоинтерферометр с самой большой базой которая только есть на сегодняшний день аппарат может удаляться над планетой на расстояние в сотни тысяч километров и в сочетании с радиотелескопами на земле вот в пределах линии зрения вот этой между планетой и аппаратом может достигать каких-то фантастических значений углового разрешения на сегодняшний день пока не превзойденного и аппарат спектр рентген гамма на борту которого расположены два рентгеновских телескопа изначально просто планировалось что там будет еще гамма телескоп один но вот оказалось два рентгеновские один в жестком смотрит рентгене в другой помягче и вот они уже нам этот аппарат уже выгружал вот такой красочный обзор неба вверху вы можете видеть на каких энергиях были сделаны данные наблюдения чуть меньше двух килограмм вольт это в районе длины волны в один нанометр то есть длина волны здесь в несколько сотен раз меньше чем длинный волн который регистрирует наш глаз это очень очень высокоэнергетическое излучение и в этом излучении вы в основном видите всевозможные пульсары активные ядра галактик и прочие высокоэнергетические источники очень важными обсерваториями которые появились буквально в последние годы являются обсерватории гравитационно-волновые данные обсерватории скорее ближе к физическим чем к астрономическим но регистрируют они события только астрономических масштабов а именно слияние массивных объектов в основном черных дыр представляют они из себя лазерные интерферометры и по сути главное что они делают это очень с колоссальной точностью с точностью до доли размера протона в атоме измеряют расстояние между двумя точками и по мере того как по пространству времени пробегает рябь от того или иного события это расстояние слегка меняется на какие-то там доли секунды и вот именно это эти аппараты эти обсерватории и регистрируют чем их больше тем точнее вы можете определить направление на источник в настоящий момент действует активно получается четыре таких интерферометра два в соединенных штатах один в штате вашингтон другой в луизиане один в италии и вот недавно присоединился еще один в японии в городе камеок о нем уже второй раз вспоминаем здесь перечень событий которые регистрируют данные обсерватории в основном они связаны с массивными объектами видите чем меньше масса объектов между которыми произошло слияние тем меньше событий зарегистрировано это связано с соответствующей калибровкой телескопов и их размер для того чтобы регистрировать события в более широком спектре масс потребуется больше телескопов и разного размера и вот мы добрались наконец-то до детектора супер камеоканды в городе камеок это так называемый нейтринный детектор нейтрино очень противные частицы они вообще ни с чем не хотят взаимодействовать и несмотря на то что каждую секунду через наше тело проходят миллиарды этих частиц мы этого не можем никак почувствовать для них вещество практически прозрачно с невероятно маленькой вероятностью какой-то какой-то нейтрино может все-таки провзаимодействовать например с молекулой воды тогда возникает каскад вторичных частиц может возникнуть вспышка маленькая и вот внутри огромного резервуара с чистейшей водой расположены фотоэлементы это такие устройства которые могут улавливать самые-самые тусклые вспышки и с их помощью можно регистрировать энергию приходящих частиц косвенно разумеется и направление откуда они пришли подобных подобных обсерваторий существует несколько один из примеров это байкальский нейтринный эксперимент принцип тот же самый в байкале вода очень чистая поэтому она более-менее подходит для такого эксперимента и за счет того что байкал огромный их можно ленты с этими фотоумножителями можно делать гигантских размеров и таким образом увеличить вероятность регистрации того или иного события это не единственный способ зафиксировать нейтрины но наверное зависит еще сильно на самом деле каких энергий нейтрина вы хотите наблюдать но вот это наверное самые известные а на этом мой рассказ подходит концу по ссылке на экране вы можете подписаться на канал в телеграме где могут публиковаться новости об астрономии или предстоящих наблюдениях которые организуют планетарий и я до новых встреч до новых до новых до новых